Слово, Слово светит на мою тропу Жан, Светильник Ноге Моя, Светости Зе Моей, Если я заблужусь или убоюсь, устрашусь, то Ты придёшь и направит это Ты. Слово Твоё меня направит. Может, как раз сегодня и будет такое действие Слова Божьего, если кто-то нараспуть, если кто-то нуждается в том, чтобы выбрать путь, и есть какие-то вопросы, что Господь имеет сегодня для вас ответ. Господь покажет путь. Слава Иисусу! Слава Господу! Дорогие, Господь ведёт нас очень интересно, даже по проповедям, начиная с января, мы говорим о хождении в истине, тема общая на весь год, я верю, что это тема общая на всю жизнь, по сути, всю христианскую жизнь, мы учимся ходить в истине, и мы практикуем это, хождение в истине. И прошлое, позапрошлое, мы касались нашего пребывания во христе, пребывания Христа в нас. Мы брали за основу Галатам, вторую главу, 19-20 стихи, где Павел заявляет от имени христианина, я верю, что это заявление имеет право сделать каждый христианин и должен не просто заявить, но и практически пережить это. Павел говорит нам законно, я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распялся Христу, и не я уже живу, но живёт во мне Христос, а что ныне живу воплоти, потому что мы верою Сына Божьего, возлюбившего меня и придавшего себя за меня. И вот мы говорили немножко, что это такое, да? Что это такое? Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Закон приговорил нас, грешников нас приговорил к смерти. И этот суд должен был осуществиться. Павел говорит, что с законом я умер для закона. То есть, по сути, закон меня убил. Справедливо осудил и приговорил к смерти. Я сораспялся Христу. Смотрите, мою смерть осуществил Христос. Я могу войти в эту смерть, сораспявшись со Христом. Я потом с ним, я умираю с ним, погребаю с ним и с ним воскресаю. Павел говорит в другом месте, по римлянам, да? Он говорит, что, разве не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть его крестились. То есть, когда Христос умер две тысячи лет назад, да? Но мы через веру входим в эту смерть спустя две тысячи лет. Кто-то недавно, кто-то чуть раньше крестился, да? Но мы через крещение, мы соединяемся со смертью Христа и погребаемся вместе с ним, да? Павел говорит, что мы погребли с ним крещением смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славы отца, так и нам ходить в одну иную жизнь. То есть, мы умираем с ним, мы погребаемся с ним и мы с ним воскресаем. И вот поэтому Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Посмотрите, вот интересно, вроде бы мы вместе воскресаем с ним, да? Мы все воскресли вместе с ним, но он говорит, но уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во Боте, да, он говорит, я живу во Боте, но я уже живу верою Сына Божьего. То есть, по сути, уже не я живу, да? Мы живем во мне Христос. И вот смотрите, вот эти вот пересечения, да, или как бы сопоставления. Я и Христос. Я и Христос. Законом я умер, да, законом. И уже не я живу, но Христос живет, да? Не я, но Христос. Не я, но Христос. Павел говорит, противопоставляет. То есть, смотрите, жить одновременно, мы вроде бы вместе живем, да? Я воскрес, я живу верою Сына Божьего, то есть я воскресший. Но смотрите, проявление жизни одновременно во мне может быть или я, или Христос. Понимаете, чем я хочу сказать? Два некоих личностей. Я и Христос. То есть, это две реальные личности, это две разные личности. Две разные личности. Но Павел говорит о некоем присутствии Христа, или о некой жизни в нас, которая, по сути, должна и являть Христа, да? Он говорит, или я буду являть себя, или я живу, и мое я проявляется, да? Или я живу, но Христос проявляется. Вот здесь вот как раз мое я противопоставляется Христу, да? Я так размышлял, знаете, мы иногда там про антихриста думаем, да? Как-то там знаем, да, что придет антихрист, знаем даже, что уже много антихристов пришло. То есть, ходило и пришло в мир, и сейчас много антихристов есть. Но есть как бы отдельная личность антихриста, которая еще придет. Так вот, смотрите, первая, первый антихрист, который, с которым мы вообще можем иметь дело, это наше Я. Я и Христос, видите? То есть, наше Я очень часто пытается занять место Христа. То, что произошло с нами через веру во Христа, через крещение, да, должно уже было определить, что не я живу, но живет во мне Христос. Так же? То есть, вот то, что Павел описывает. Он говорит, вот она суть христианской жизни, чтобы уже не я живу, да, а Христос во мне. Еще раз хочу сказать, смотрите, иногда мы думаем, что я стал верующим, вот немножко усилий приложу, как бы откажусь там от курения, откажусь от алкоголя, от наркотиков, да, перестану матюкаться, еще что-то делать, какие-то гадости. И вот уже я лучше, да, думаю, я уже лучше. И мы думаем, что вот она суть христианской жизни, да, как бы очиститься немножко, перестать какие-то гадости делать и начать делать что-то хорошее. Вот она, мы думаем, вот она христианская жизнь, ничего подобного. Но если твоя христианская жизнь направлена на то, чтобы улучшить свою версию, сделать улучшенную версию самого себя, то это, это, как бы, фиаско, да, это в тупик приведет тебя. Христианская жизнь, по сути, это твоя способность предоставить себя Христу, чтобы Он через тебя жил. Вот об этом Павел и говорит, что уже не я живу, но живет за меня Христос. Иногда мы думаем, ой, я научусь любить, я научусь прощать, я научусь быть милосердным, я научусь быть верующим, я научусь быть, там, добрым, сострадательным, да, радостным. Я научусь. Не научишься. Не научишься. А как же мне любить, как же мне прощать? Позволь Христу через тебя любить, прощать, быть благим, быть добрым, быть милосердным через тебя. То есть то, что ты можешь предоставить, это чтобы Христос через тебя жил. Понимаете, когда мы хотим улучшить своё «я», по сути мы всё ещё идём дорогой Адама. Всё ещё идим с дерева познания добра и зла. То есть когда мы улучшаем самого себя, я сейчас, ну ладно, чуть-чуть себя тут подправлю, чуть-чуть подрихтую, подкрашу, подмажу, подремонтирую, да, и буду лучше выпить. Опять. Это не проходит. Такой вариант не проходит. Бог это не воспринимает. Христос говорит, без меня не может делать ничего. То есть ты, опять же, себя просто предоставляешь Христу, для того, чтобы Он мог через себя прорвиться. Не я уже живу, но живёт во мне Христос. То есть вот это, возьмите себе на заметку, да, что первый антихрист – это наше Я. Антихрист, кстати, это не только тот, кто против Христа. Это тот, кто вместо Христа. Ну, даже сейчас в современном греческом, да, иногда используют анти как вместо, или как против, да. То есть иногда наше Я просто пытается занять место Христа. И вот смотри, какой я добрый, смотри, как я могу любить, смотри, как я простил, смотри, какой я милосерден. Это Я. Это Я, которое должно быть распятым. Вот то, что Павел говорит, Я сораскался Христу, вот это Я должно было быть распятым. А оно почему-то, да, вот пытается опять занять место Христа причём. То есть это первый антихрист, с которым мы должны разобраться. И единственная, единственная возможность разобраться с этим антихристом, разобраться с нашим ветхим Я – это просто распятым. Бесполезно с ним бороться, бесполезно его перевоспитывать, переделать, бесполезно. Гнилое всё равно вылезет, рано или поздно. Поэтому единственный приговор для нашего Я – это смерть. Вот то, что закон приговорил нас к смерти. Законом Я умер для закона. То есть закон справедливо осудил наше Я, наше ветхое начало, нашу ветхую природу, Адамову природу. Он осудил в нас, приговорил её, и Христос осуществил этот приговор. Своей смертью на кресте Он осуществил нашу смерть. Поэтому, смотрите, мы физически не умираем. Хотя Павел и говорит, да, законом Я умер для закона. Я распялся Христу, но Он же живёт, да, физически Он же не умер. Но Он настолько вошёл в эту смерть, настолько Он верою принял этот факт, что Христос умирал за Него. И я теперь во Христе разделяю эту смерть. Раз я поверил, что Христос висел вместо меня, значит, я поверил, что я там висел. Раз я поверил, что Христос умер за меня, значит, я поверил, я умер. Если я поверил, что Христос воскрес, я поверил, что я воскрес вместе с Ним. Аминь. Не я уже живу, но живет во мне Христос. Павел говорит, вот теперь, после того, как осознаете этот факт, он говорит, теперь считайте себя, или почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Во Христе Иисусе. Смотрите, опять, мертвыми для греха. Вспоминай, что ты вместе с Ним сороспят, вспоминай, что вместе с Ним ты умер, поэтому ты мертв для греха. И вспоминай, что ты воскрес вместе с Ним живыми же для Бога во Христе Иисусе. Смотрите, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Там подчеркивается, ты не можешь быть живым для Бога вне Христа Иисуса. Вот знаете, сейчас, может быть, течение такое, оно влияет и на христианство, тоже, невечность, новый век. Оно тоже, то есть, как бы, там идея такая, что мы все боги, да, мы все боги, как бы, каждый может стать божеством. И, как бы, и даже ссылаются на некоторые отрывки из Библии, да, там, помните, в Псалме, в одном, Христос даже цитировал когда-то, в Псалме, как «вы боги», да, я сказал «вы боги», то есть, идея такая, что вот каждый может стать богом, да, каждый может достичь такого состояния бога. Но, смотрите, Павел нам говорит, что мы должны почитать себя мертвыми для греха, живыми для бога во Христе Иисусе, то есть, во Христе ты не можешь быть богом вне Христа, ты можешь иметь эту божественную природу, но во Христе, ты можешь быть живым для бога, но во Христе. Другого варианта нет, ты не можешь быть живым для бога, вне Христа. во-первых ты не можешь быть живым для бога не умереть для закона не умереть для своего я не можешь быть живым для бога а живым для бога ты можешь быть только во христе иисусе только во христе ты можешь позволить богу христу жить теперь через тебя вот по сути вот эта жизнь Смотрите, я теперь жив для Бога во Христе Иисусе. Смотрите, Бог меня видит живым во Христе Иисусе, который сейчас сидит, а не слой Бога. То есть, Бог видит меня живым во Христе Иисусе, сидящим на небесах, а не слой Бога. А теперь Павел нас опять возвращает на землю. Он говорит, что живу ныне в оплоти, то живу в верою Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть, я все-таки живу в оплоти, хотя я там уже на небесах, Бог меня видит живым во Христе Иисусе на небесах, посаженном на дистанцию себя. И в то же самое время, мое оплотище здесь, что живу в оплоти, я пока еще здесь в оплоти, то живу в верою Сына Божьего. То есть, смотрите, я живу для Бога там, во Христе Иисусе, а Христос живет во мне здесь, для Бога на земле, в моей плоти. Понимаете? Интересно. Опять обмен, да? Обмен. Я там, живу в Нем, а Он здесь живет во мне. Вот, по сути, наша христианская жизнь в этом и заключается, чтобы позволить Христу жить во мне и через меня. Опять же, одним только фактом того, что это написано, ну, если кто-то довольствуется этим фактом, просто, да, вот написано, что Христос живет во мне, все, я доволен, уже хорошо. А мне мало этого, я не просто хочу знать, что Христос живет во мне, я не просто хочу читать, что Христос во мне упование славы. Я хочу это видеть в своей жизни, я хочу это ощущать в моей жизни, я хочу, чтобы это выражалось как-то в моей жизни. И, по сути, вот, ну, книга, например, книга «Деяния апостола», да? Что это разве «Деяние апостола»? Это что, «Деяние Петра», «Деяние Павла», «Деяние, там, Иоанна». По сути, это «Деяние Христа» через Павла, через Петра, через Иоанна, правильно? Мы читали много раз, Петр говорит, Иоанна, «Исцеляет тебя Иисус Христос, вся не встань и хобби». То есть, он конкретно говорит, не я тебя исцеляю, не я тебя воскрешаю, Христос. То есть, «Деяние апостола», по сути, это «Деяние Иисуса Христа» через апостола. И сегодня наша жизнь, это, по сути, «Деяние Христа» через нас. Жизнь Христа в нас и через нас. Вот что означает «Не я уже живу, но живет во мне Христос». И вот смотрите, действительно, довольствоваться просто знанием того, что вот написано «Христос вам упование славы». Вот я знаю, это уже дает радость, на самом деле. Это уже приносит радость, когда ты осознаешь этот факт, что Христос живет в тебе, Христос живет во мне. Но смотрите, это должно выразиться, это должно изобразиться, это должно проявиться. Павел молится, помните, Галатам 4,19, я сейчас прочитаю, один стих буквально, Галатам 4,19. Павел говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Смотрите, во-первых, он говорит, «Я мучаюсь, как женщина в родах, я мучаюсь, доколе изобразится в вас Христос». То есть с ожиданием, да вот этим ожиданием, я мучаюсь этим ожиданием, чтобы увидеть проявление Христа в вас, доколе изобразится в вас Христос. Но смотрите, в чем была проблема Галатам, да? Вы помните, в чем была проблема Галатам? Они уверовали во Христа, они приняли благодать, они приняли Духа Святого. Но потом кто-то пришел и начал их учить, что надо вернуться к закону, надо обрезаться, надо соблюдать 10 заповедей, закон на Миссию. И они как бы вот, да, наверное, вот этого мало, то, что Христос сделал, этого мало. Теперь надо немножко свою плоть улучшить, да? Вот надо заповеди соблюдать, чтобы себя перевоспитать, да, своего ветхого человека научить правильно жить. То есть получается, что в какой-то момент Христос их наполнил, Христос в них проявлялся, а потом, когда они вернулись к закону, Христа перестало быть видно у них. Понимаете? То есть он говорит, я снова, он говорит, я снова в муках рождения. Не просто я в муках рождения, он говорит, для которых я снова в муках рождения. То есть я снова напрягаюсь, чтобы вам донести эту благодать, чтобы вам опять открыть это учение о благодати, это откровение, дать вам это откровение о благодати, о том, что уже все сделано, Христос уже все сделан. Вы не можете своими усилиями достичь праведности. Вы не можете своим напряжением, своими заслугами, исполняя закон, достичь праведности и унаследовать благословение, как заслужившие праведности. Он говорит, вот о чем я молюсь, вот мое желание. Даже не просто желание, а я мучаюсь, как женщину в родах, чтобы Христос изобразился в вас. Но ты должен умереть для закона, чтобы жить для Бога во Христе Иисусе. Ты не можешь жить одновременно под законом и в тебе, чтобы Христос проявился. Не может быть такого. Ты не можешь быть живым для закона и проявлять Христа. То есть ты должен быть свободен от закона и тогда изобразится в тебе Христос. И что такое изображение Христа? Что это означает изображение Христа в нас? Я сейчас вернусь в 2 Коринфянам. Откройте 2 Коринфянам, 4 главу. Интересный там текст есть. 2 Коринфянам, 4 глава. Я прочитаю. Пятый стих сначала прочитаю, потом дальше немножко еще посмотрим. Павел говорит, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши, для Иисуса. В 3 главе, если вы помните, я быстро, очень быстро скажу. Павел там упоминает Ветхий Завет и Новый Завет. Суть Ветхозаветного служения, это закон, 10 заповедей, и он говорит, что это буква убивания, что это служение смертоносным буквам, это служение буквам, которые убивают. И говорит, в противовес он ставит Новый Завет. Служение Нового Завета он называет служением жизни, служением Духа, Дух, который живо творит, служением оправдания. Понимаете? И вот что это за Новый Завет, на чем он основан? На проповеди Христа, на проповеди Евангелия. И вот, и проповедь Евангелия Иисуса Христа, это проповедь самого Христа. Итак, смотрите, что он говорит. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Вот когда Павел говорит, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса. Вот, ну, некоторые думают, ну, как бы, может быть, понимают так, что вот Павел в основном говорил об Иисусе, в основном говорил об учении Иисуса. Я думаю немножко по-другому. Смотрите, можно проповедовать даже об Иисусе, о Боге, но проповедовать себя. Посмотрите, я сейчас объясню. Посмотрите, сколько сейчас там динаминаций, конфессий разных церквей, да? И некоторые проповедники, проповедуя о Христе, проповедуют свою динаминацию, проповедуют свою какую-то динаминационную доктрину, проповедуют свою какую-то конфессию, да? Проповедуют свою церковь. Павел говорит, мы проповедуем Христа. Не себя проповедуют, но Христа Иисуса. Вот когда говорится о проповеди Христа, опять же, в Писании я нахожу, что проповедь Христа – это не просто, как бы, набор слов о Христе, да? Просто речевой какой-то, речевая какая-то информация об Иисусе Христе. Абсолютно нет. Проповедь Иисуса Христа – это явление Иисуса Христа через проповедника. Я сейчас еще один, не закрывайте вот это место, я буквально напомню вам книга «Деяния апостола», 8 глава. Там тоже есть вот это выражение «Проповедовать Христа». «Проповедовать Христа». 8 глава «Деяния апостолов», 5 стих. С 5 по 8 стих я прочитаю. Послушайте, говорится о Филиппе Благовестнике. Филипп, который сначала был одним из семи дьяковов Иерусалимской церкви, потом его называют Филипп Благовестник или Евангелист по-гречески. Так вот, Филипп пришел в город Самаринский. «И проповедовал им Христа». Смотрите, проповедовал не о Христе, а проповедовал Христа. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с Великим Волгом, многие расслабленные хромы исцелялись. И была радость великая в этом городе». Посмотрите, вот по сути не Филипп посетил этот город Самаринский. «Христос посетил город Самаринский». Правильно? Что, опять же, что Филипп изгонял бесов, Филипп исцелял больных, Филипп там расслабленных этих поднимал. «Христос», правильно? «Что, Филипп подарил радость всему городу?» «Христос». «Почему Христос?» «Потому что Филипп проповедовал Христа». То есть, по сути, Филипп предоставил себя на тот момент Христу в полной мере, чтобы Христос через него проявлялся. И в словах, и в делах. Вот когда мы говорим «Не я уже живу, но живет во мне Христос». По сути, мы говорим, или мы заявляем, что мы предоставили себя Христу, который будет жить в нас и проявлять себя через нас. И через нас Он будет проявлять себя и как Личность, то есть проявлять свой характер, и через нас Он будет проявлять свои способности, свою силу, свое могущество. Вот это тоже немножко, ну, как бы две грани одного и того же бриллианта. Это характер, Личность и сила, способность, могущество. Смотрите, здесь и то, и другое. Здесь и то, и другое проявляется в служении Филиппа. То есть, люди узнают Христа, через Его проповедь люди узнают Христа. И Его любовь, и Его благость, милосердие к больным, к немощным, и Его силу и способность исцелять, освобождать, воскрешать и так далее. Иногда вот служители, проповедники, они гоняются как бы за силой, да, вот, нам бы научиться чудеса творить, да, там, исцелять, там, веса разгонять. И, как бы, вот эту сторону, как бы больше на нее акцентируют внимание. В то время, как характер Христа, Личность Христа, качество Христа отстают, да. Христос живет во мне, не я живу, но живет во мне Христос. Это значит, позволить Христу проявлять и свой характер. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кровь и воздержание. Да вот они, плод Духа, то, что Павел называет. Это Его качество. И в то же самое время предоставлять себя для действия Христа, для Христа действующего, деятельного, действующего, исцеляющего, освобождающего, спасающего, воскрешающего, очищающего, дающего успех, дающего победу. То есть вот она, суть в чем. Поэтому, когда говорится о проповеди Христа, мы очень много слышим, мы можем много очень слышим проповедей о Христе, да. О Христе. Посмотрите, это разные вещи. Вот Павел говорит здесь, подчеркивает, ибо мы не себя проповедуем. Смотрите, я могу сейчас вам рассказывать свое понимание Христа. Это будет проповедь тогда о Христе. Это не будет проповедь. Если я буду свое понимание Христа вам говорить, я не хочу этого. Я хочу проповедовать вам Христа. И сегодня я молюсь и Господь. Я не хочу рассказывать, как я понимаю тебя. Я хочу, чтобы ты сам говорил через меня. Понимаете, это две разные вещи. Вы улавливаете эту разницу. Смотрите, когда я вам говорю о Христе, то есть вы уже оцениваете личность Христа через призму моего восприятия. А может оно неправильно, а может оно где-то ошибочно. Может оно где-то искаженно. Поэтому самый лучший способ не проповедовать о Христе, а проповедовать Христа. Вы верите, что Христос может проявляться сегодня? Вы верите, что Христос может являться сегодня? Вы верите, что сегодня Христос может говорить к вам, касаться вас, исцелять вас, освобождать вас, благословлять вас? он живой а мы поэтому смотрите посредники в данном случае могут только помешать вот опять если я захочу вам как бы выразить свое понимание христа но может быть искаженным получается опять мое я становится антихристом в этом случае то есть мое я представляет вам искаженного христа поэтому я призываю вас у меня часто этот призыв звучит именно развитию личных близких отношений с богом со христом не довольствуйтесь тем что вы слышите от кого-то о христе у боги узнавайте сами христа бога лично если бы например кто-то бы рассказывал о моей жене перед тем как я ее узнал если бы кто-то рассказывал о ней или ей обо мне ну представьте себе годами мы слушаем друг о друге да может у меня картина прослужилась совсем другая но когда я лично ее встретил когда мы лично познакомились дамы лично значит начали уже узнавать друг друга вот тогда уже вот оно истинное с познания и потом уже ну как бы все это это познание ведет к единению опять же то же самое со христом мы кто-то нам вначале когда-то рассказал до нас заинтересовала это личность но теперь у тебя есть шанс с этой личностью общаться близко узнавать познавать и соединяться соединяться с ним быть одним со христом соединяющийся с господом есть один дух с господом посмотрите еще раз в этой главе еще есть несколько таких жемчужин драгоценных я немножко буду пропускать там дальше пара говорит вот мы не себя проповедуем на христа иисуса мысак мы мы носим это сокровище в глиняных сосудах а смотрите он говорит вот себя сравнит он вообще сосуд суть же ж не в нас суть же ж не в проповеднике суть в том что он несет сокровище которое помещено в него этот глиняный сосуд павел даже о себе говорит он глиняный сосуд тем более что-то о нас говорит сегодня мы же иногда превозносим апостолов ой даже апостолов это же пророки павел говорит мы такие же глиняные сосуды все одинаковые все из одной глины все взяты из глины из перста из земли то есть по плоти да мы все одинаковые вот он говорит суть не в том первосортная это глина третисортная глина красная глина зеленая глина или чернокожную какой цвет глины важно то сокровище которое положено аминь вот он говорит сокровище себе мы носим в глиняных сосудах чтобы преисбыточная сила была приписываемая богу они на чтобы все внимание было приковано к этому сокровищу которая в нас пусть она сияет пусть она благоухает чтобы другие знали об этом сокровище узнавали это сокровище дальше я пропускаю несколько стихов смотрите 10 стих всегда носим в теле мертвость господа иисуса чтобы и жизнь иисусова открылась в теле нашим опять мы возвращаемся к тому что павел сказал я сороскался христу не я уже живу да я законом я умер до закона я сороскался христу не я живу на желание христос вот смотрите он говорит чтобы жизнь иисусова открылась в теле нашим оказывается это возможно дорогие оказывается это реально чтобы жизнь иисуса христа проявлялась в нашем смертном теле но для этого смотрите он говорит для этого мы носим в теле мертвец я всегда помню что я с ним уме он умирал за меня на христе я с ним умирал носить мертвость вот я даже себе сделал такую заметку что такое носить мертвость носить мертвость иисуса в себе сейчас я попробую найти это заметку для себя сделал носить мертвость то есть это осознавать факт что иисус был мертв и я вместе с иисус был мертв на кресте и я с ним соединился в смерть я тоже вместе с ним вы смотрите теперь я использую эту мертвость я всегда ношу в своем теле мертвость иисуса опять же почитайте себя мертвыми для греха я ношу в себе мертвость иисуса для того чтобы и жизнь иисусова явилась открылась в теле наше ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради иисуса чтобы и жизнь иисусова открылась смертной плоти нашей опять то же самое мы придаемся на смерть в смысле уже даже упала даже говорит о рисках своем служении он часто и сказал жизнь и предавался на смерть по сути шел на верную смерть когда проповедовал евангелие мы придаемся на смерть ради иисуса чтобы и жизнь иисусова открылась смертной плоти нашим дорогие это возможно не только апостол упал он говорит нашему у нас только о себе этот нас апостола касается он говорит это нас касается верующих во христа соединившихся со христом его смерти воскресенье это это жизнь хочет проявляться через нас поверьте в прошлый раз мы говорили подумайте как это богу нужно было нас возлюбить чтобы захотеть вселиться в нас вот просто даже подумай если ты захочешь и вселиться в кого-то только в того кого ты любишь ты не захочешь вселиться вот если ну я пока как бы теоретически да там гипотетически такую возможность предлагаю да вот подумайте в кого бы вы хотели вселиться обычно это тот человек который мы восхищаетесь которого вы любите ну которому вы доверяете да и мы могли бы мы могли бы как бы вот согласиться жить в нем это надо любить человек вот христос представьте нас так возлюбил павел христос возлюбил меня и предал себя за меня то есть он предал себя за меня чтобы в конце концов вселиться в меня жить во мне и вот он хочет проявляться и павел говорит я мучаюсь как женщина в родах доколе изобразится вас христос я верю что вот павел передает мучение бога то есть напряжение бога то есть бог ожидает вот этого откровения христа в нас как женщина в родах я тужу себя напрягаю чтобы увидеть когда же христос вас появится доколе изобразится вас христос роги вот опять это все связано видите смерть для закона смерть для греха смерть для своего ветхого я и жизнь для бога во христе иисусе жизнь христа в нас вопрос опять же как это практиковать то же самое что и когда мы говорили о пребывании христос пребудьте во мне и я в вас потом двухстороннее движение да мы пребываем в нем он пребывает в нас мы живы в нем для бога мы живы для бога во христе иисусе там на небесах с ним а весной а он жив в нас для бога здесь на земле пока мы но он вас прибудьте во мне и я в вас тоже интересный образ интересная иллюстрация допустим вода христос кладем сюда ложечку сахара сахар это я или ты но вода это христос посмотрите вроде бы пока отдельно вот сахар и вода отдельно отдельные вещества вообще разные вещества абсолютно по формуле разные бросаем мы сюда сахар размешиваем через время где там сахара где вода получается сахар в воде а вода в сахар так же то же самое вот вот это вот проявление христа во мне проявление его жизни во мне возможно только тогда когда я в нем когда я в нем растворяюсь растворяюсь его любви растворяюсь его благодать просто познавая и его личность растворяюсь в нем до тех пор пока он начнет проявляться точно так же и лоза ветвь и лоза ветвь и лоза то есть лоза ветвь пребывает на лозе и жизнь лозы наполняет и в конце концов приносится плотно вроде бы там все просто вроде бы так ну понятно все я молюсь чтобы вот на самом деле сегодня чтобы господь вам вкладывал сам господь вам вкладывал эти откровения чтобы не и не слышали проповедь о христе а чтобы мы сейчас ощущали что сам христос вам что-то дает что-то открывает благослови господи возвращаясь опять к самому началу и как раз оно будет связано с вечерей законами умер до закона чтобы жить для бога ясно распялся христу вот когда мы принимаем вечерю господню что вы смерть господню возвещаете мы смерть господню возвещаем если мы возвещаем возвещаем смерть господню мы возвещаем свою собственную смену я сейчас еще раз чтобы подвести уже к вечере господне прочитаю 5 2 коринфян вообще замечательное послание дойдем мы когда-нибудь до него я прочитаю 5 главу 2 коринфянам с 4 стиха по 16 даже по 17 ибо любовь христова объемлет нас рассуждающих так если один умер за все то все умер это же самое если один умер на христе совсем все умерли вы должны с этим согласиться мы должны это принять должны в это поверить это факт дорогие то что мы видим друг друга еще живыми воплотить это не меняет того факта что мы уже с ним если один умер за всех то все умерли а христос за всех умер чтобы живущие уже не для себя жили но для умершего за них и воскресшего подвиги он умер за нас чтобы мы уже не для себя жили вот для него потому отныне мы никого не знаем по поводу если же и знали христа по поводу то ныне уже не знают ибо итак кто во христе тот новая дверь не прошло теперь все новое вот вот этот принцип и вечеря господня она опять же нам помогает вспомнить и напомнить рисунок сервер этих моего воспоминания мы вспоминаем его смерть смерть господню возвещаем мы вспоминаем что мы с ним мы с ним были со распятыми мы с ним были погребены мы с ним воскресли и теперь мы живем не для себя а для него то есть наша жизнь по сути это просто предоставление себя христу чтобы он через нас жил проявлял себя аминь давайте помолимся драгоценный господь спасибо тебе спасибо тебе господь за то что ты сделал для нас на кресте потому что ты умный господь и осуществил нашу смерть мы по справедливости были осуждены законом за наши грехи и мы заслуживали смерти господь но ты в своей милости и любви господь и пришел воплоти на эту землю чтобы занять наше место на христе чтобы занять место и умереть вместо грешника и умереть за нас за грехи всего мира и ты умирал там за всех господь поэтому мы считаем что мы все мы все вместе с павлом мы можем заявить законом не умеет для закона чтобы жить до бога я сораспялся господь мы были сораспятость тоже и сейчас господь мы будем вспоминать свою смерть помоги нам помнить что это и наша смерть но умерли вместе с тобой и уже не я живу на живет во мне христос помоги нам господь осознать его что уже не мое я должно доминировать христос хочет жить вам не хочет изображаться господь я предоставляю тебе себя я предоставляю тебе мою жизнь спать я предоставляю тебе мое тело как живую жертву господь чтобы ты жил во мне чтобы ты проявлял себя через меня чтобы моя жизнь была настоящей проповедью христа чтобы вся моя жизнь была проповедью христа благослови нас господь помоги нам господь спасибо тебе за то что ты осуществил нашу смерть и ты нас воскресил вместе со христом и посадил нас выше всякого начальства власти сил и способ ты все положил под ноги его а значит и под ноги наши спасибо тебе спасибо тебе господь за эти обетования вечной жизни за обетование твоей победы за обетование и единство во христе единство со христом господь земли за эту жизнь которая в нас causing это сокровище которое носит глиняные сосуды поэтому пусть это сокровище привлекает к себе внимание не мой сломан как глиняные горшки господь но пусть это сокровище привлекает внимание всех пусть это сокровище проявляется через нас глиняный сосуд и пусть Вся сила будет описана Тебе, живой Бог, вся слава будет Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.